Андрей Зорькин решил вступить в ряды юнармии еще два года назад. Юноша буквально считал дни до вручения ему атрибутов движения. И даже на присягу пришел заранее. Полчаса до начала церемонии он провел с друзьями и одноклассниками, тоже будущими юнармейцами. Для себя Андрей уже отметил, что для него будет легко, а что сложно в патриотической организации. Самое сложное, ну, парашютизм, наверное, в походы. Там нужно, там это тест на стойкость человека, на мужество, потому что это не так-то легко. Вступить в ряды юнармии решили более 60 школьников. Мальчишки и девчонки разного возраста повторяли за Андреем Зорькиным слова первой в их жизни торжественной клятвы. Торжественно клянемся. Всегда быть верным своему отечеству и юнормейскому вранству. Клянемся. Клянемся. В особенный для ребят день поддержать их стремление быть верными Родине пришли представители администрации ветеранских организаций. Они обратились к юнормейцам с запутственными словами и поздравили с вступлением в ряды патриотического движения. В вашей клятве сказано, что вы должны быть первыми во всем. Старайтесь быть первыми в знании, в получении знаний, в помощи друг друга и в подготовке к воинской службе, к защите Отечества, где бы вы ни были. Новобранцам вручили эмблемы и шевроны с символикой юнормии. Книжки участников патриотического движения ребята получат через несколько дней. В Сарове начало свою работу местное отделение юнормии, руководители которого пообещали решить вопросы с обмундированием. Проблема финансового обеспечения, потому что комплект формы юнормии стоит недешево. Поэтому будем искать возможные варианты участвовать в конкурсе некоммерческих организаций. Пока взрослые решают проблемы с формой, дети в своих школах и военно-патриотических клубах будут создавать юнормейские отряды. Устраивать слеты, выбирать направления своей работы и, возможно, в скором времени ряды Саровской юнормии пополнятся новыми участниками. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, СОРО-24.